Изящный предмет интерьера Сергей Николаевич создал своими руками и подарил жене. Сюрприз оценила не только супруга, но и коллеги по работе. Автор кованой лампы получил сегодня один из первых призов. Я делал не спеша, что-то думал, мысли пока навеялись. Но ушло у меня буквально недели две. Деревянные куклы, вышитые бисером иконы оригами, работы, которые представили на выставку «Азотчики», выполнены в разной технике, но всегда с большим пастерством и, конечно, с душой. Это отметили и организаторы конкурса, и члены жюри. Я очень удивлен, насколько, в принципе, не иссякаем таланты наших работников, вообще как в земле русской, но в очереди поездка «Азота» в особенности. Самодеятельное искусство, оно и есть самое настоящее. Пускай в нем нет, скажем, профессионального академизма, но всегда чувствуется душа и неимоверный талант. В первом конкурсе приняли участие 28 человек. И, что самое главное, это не только работники предприятия, но и члены их семей. Это передается из поколения в поколение, и это позволяет и детям с раннего детства приобщаться к чему-то хорошему, доброму, прекрасному. Семья Цветковых представила работы четырех поколений – от прабабушки до внучки. Вологодское кружево, вышивка и куклы-обереги. Сверху это барышня, кукла перевертыш, а когда ее перевернешь, это будет крестьянка. Здесь соблюдены все традиции, это традиция народной русской культуры. Технику картины из шерсти лаборант Анна Вересова нашла в интернете. Проба пера оказалась удачной. Заинтересовалась, нашла картинку, решила попробовать. Ну, вроде говорят, неплохо получилось, буду стараться дальше. По многочисленным просьбам экспозицию пока решили не закрывать. А первый по счету конкурс, возможно, станет началом еще одной хорошей традиции.